Всех приветствую на канале Дороги Михаила Люкшин. Приглашаю прокатиться сегодня со мной 7 июня 2023 года по улицам города Саратова, Московская, Набережная, Большая Затонская, Большая Сеченская, Усть-Гурдемская, Вешняя, Четвертпродовая, Тархова до Кольца, Тархова-Топольчанская. То есть до Ленинского района. Сейчас мой Ворский район, потом Кировский. И вот так прокатимся. Это было 7 июня. Проехала мимо. И еще покажу как раз в этом сюжете. Здесь сделали новую развязку на Усть-Гурдемском. Улица Усть-Гурдемская и улица Вешняя. И как всегда говорю, в Ютубе, в Одноклассниках ВКонтакте, Дзен, Яндексе выкладывают данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Где кому как удобно, чтобы не потерялось. И напоминаю, что на всех этих платформах есть страничка, где можно найти ссылки на другие мои площадки интернет. Так что, кому это как удобно, можете так и находить. Здесь мы проезжаем под мостом Саратов-Энгельс. Да, далее будет еще Саратов. И также я потихонечку делаю свои там Иллисту, Пятигорск. Буду вот эти, так сказать, отпускные показывать потихонечку, потому что очень там большой объем. Так что имейте это в виду, буду честь давать. Все как обычно. Да, вот и тут я показываю вам очередные, так сказать, исторические кадры, о чем я всегда говорю, когда все меняется. Я еще не показал, я не сходил, не прогулялся по набережной от второй Садовой до большой Садовой. До Улишей поселка. Новую набережную открыли, участок города. Вот, и теперь, как говорил Володин, в эту сторону, в сторону Затона начнется тоже реконструкция. И я так думаю, вот эти все заборы, вот это все будет тоже удаляться, убираться. Так что смотрите и не говорите, что вам не показывал, как это было. Потому что будем сейчас проезжать на кольцо строительного рынка, Усть-Курдемская. Там тоже начались какие-то движухи, что-то роют, трактора, заборы убраны, как я вам и показывал, как всегда и говорил. Так что вот здесь вот тоже, наверное, что-то будет когда-то меняться. Ну а здесь камера, как где-то раньше была, я что-то ее не замечаю. Вот она. Нет. Ну, была раньше камера на ограничение скорости. Имейте это в виду. Хотелось бы, конечно, хотелось, чтобы здесь вот облагородилось все тоже. Ну, там я ехал, я увидел место. И через сплошную, красавица, вот я затормозил в последний момент. То есть я и не ожидал, что он так вот, как обычно у нас люди. Им удобно так. Ну, вот наш солярис, где можно загорать, где-то уже люди загорают. Ну, вот в последние денечки как-то солнышко пропало и дожди пошли. Было, сейчас скажу, 10 июня до обеда, ну, до вечера, можно сказать. Солнце, жара была до обеда. А потом пошло на снижение. Ну, июнь всегда такой был, сколько себя помню. Ну, и сейчас проедем по Большой Сечинский, где у нас мини-серпантин, я его называю, саратовский. Ну, еще есть на Кумыске такой. Да, конечно, портит, портит эти заборы вид. Полюс, какие-то там непрофессиональные граффити, граффити. И еще раз, кто мне пишет что-то показать, я не вправда, не себе объясняю. Была бы возможность показывать и зарабатывал бы деньги, очень хорошее, вернее, вообще бы зарабатывал деньги на этих платформах, я бы с удовольствием, со скоростью, позволяющей правила дорожного движения, бы ездил и показывал то, что просят. Я помню, все, и Хвалынский Серов-2, и Урицкого просят люди, и написали кондоль в сторону Пенза проехать, ну, пардоньте. Как говорили на Дону, купил бы Вала, да жопа гола. Но нет у меня возможности так ездить и тратить из зарплаты на бензин. Есть возможность, если проехать, я помню и проезжаю. Кто напоминает мне, что-то еще хочет выйдить, я объясняю то, что, пожалуйста, записываю. Ну, я не злопамятен, я все записываю. И получается, ну, шутка, прибавутка. Есть возможность, съезжу. И обязательно покажу. А очередными напоминаниями, что там... И еще пишут, что я там живу. Интересуйся, смысл мне вас показывать, что вы там жить, выйдите, да посмотрите на свой дом, или сами снимите, выложите. Я вот тем показываю, которым нет возможности приехать, посмотреть, где там бабушки, дедушки, если жили или еще когда-то было. Ну, какие-то есть воспоминания. Ну, просто вот так вот я там живу. Снимите, пожалуйста. Будет возможность сниму, конечно. Но я вот это чуть-чуть недопонимаю. Ну, это ладно, это, кстати, прошло. Хотел высказаться, вот сказал. Здесь мы поднимаемся по Большой Сеченской. Вот я вам уже неоднократно здесь все показывал. Здесь повороты, сами видите, какие, да, некоторые были крутые. Особенно здесь вот прижимаясь чуть-чуть правее, потому что все-таки машина поворачивает направо, вниз, и неудобно. То некоторые прямо от души стараются повернуть налево с таким поворотом. прижимает. Ну, а сейчас проедем мимо строительного рынка. И как вот я вам только что рассказывал вначале про вот то, что как все меняется. Про то, что был забор, был аэропорт старый, взлетно-посадочная полоса, и сейчас забора нет, и там что-то уже начинает копать потихонечку, трубы прокладывать, еще что-то. Ну, все меняется. Хотим, мы этого не хотим. Есть наше желание. Ну, вот идет жизнь, продолжается. Вот, строительный рынок у нас с правой стороны. Поступаем на кольцо и выезжаем. Здесь что-то копает прямо на кольце, да, вот стоит какой-то экскаватор, и дальше сейчас вы видите тоже, где вот нет забора, поля, и там какие-то работы уже начались. Будем смотреть дальше. И вот сейчас выезжаем на Усть-Курдемскую улицу, не забываем перед мостом Алексеевском, сейчас с левой стороны будет начало моста и камера, ограничение скорости. буду всегда предупреждать. Вот это, проехали. И вот сейчас будет поворот налево. Я один раз проехал, по старой привычке, я же не думал, что уже открыли, и проехал там. А теперь вот можно вот так прямо. Светофор, то есть вот не надо стоять там и где на развороте, постоянно ждать. Здесь дожидаемся зеленого сигнала и проезжаем прямо. Ну, это, конечно, все зависит, когда сильный поток. И удобно стало, машина стоят, спокойно проезжаешь. Да, постоял минуту, но ты спокойно, теперь знаешь, что твоя главная дорога и ты едешь прямо. Так что вот так вот тоже все меняется. Да, следующий сюжет там я покажу. Проехал я через танкистов, танкистов и Большой Садовой до как раз мимо кольца Кутиково-Радищево. Ракурс Радищево на Московскую, то есть снизу. Поднялся, тоже покажу, где новое колечко там. Так что вот так вот интересно получается в жизни. Долго что-то делается, но делается. вот люди пишут там, ну не мне, а я статьи читаю, что еще бы сделали бы кольцо, круговое движение на Антоново и проспект строителей. Там невозможно иногда ездить, действительно, не повернуть, не налево, не прямо проехать. Да, здесь не забываем камера, потому что обгон разрешено это одно, но камера сейчас будет впереди. На ограничение скорости. проехали. Вот такой это был день 7 июня. Обмену и возврату не подлежит. сейчас будет напоминает поворот на перинатальный центр, кому это надо. Ну и с выездом потом на улице Танкист сможем проехать через другие улицы. Вон как нагрузил на машину все подряд и едет потихоньку. Да, вот насчет еще хочу сказать насчет зарабатывать денег на ютюбе и рутюбе. Я этот канал все открыл для себя, не для зарабатывания. Хотел бы, конечно, но не такой у меня канал, чтобы деньги зарабатывать получается для себя, чтобы потом смотреть, как это было для отпусков, для покатушек таких. И я вам скажу, в Дзене зарабатывают 2 рубля, 3 рубля в день, в ютюбе тоже рубля по 3 там. Ну, кошкины слезки, да пусть капает. Все-таки как бы дошло я до этого, что мы нитонизацию открыли. И вот я о чем еще хотел сказать про каналы. Рутюб, я же потом сам смотрю тоже свои сюжеты. Вот на право этого улица Братьев Никитинах. Сейчас не забываем будет камера ограничения скорости. С левой стороны. Вот она. И вот я о чем. Я просматриваю сразу же практически на следующий день или когда там у меня выкладываю. И Рутюб, я еще раз повторюсь, Рутюб у меня больше всего картинка нравится. Как показывать? Не дергается, никаких квадратиков синхронизации нет, все четко, все отлично. Это не думать, что я рекламирую Рутюб, я просто вам говорю, где я смотрю сам. И потом Дзен Яндекс. Ну Дзен Яндекс также картиночка такая же практически, но там один минус. Рекламы в начале сюжета в середине и в конце. Смотреть чуть-чуть напрягает. Конечно, реклама не такая большая, но все же YouTube вот я смотрю, я не знаю, может от телевизора зависит или еще чего-то, какое-то поддергивание, иногда картинка и квадратики идут, синхронизация нет, изображение как-то плывет и плюс еще какими-то задержками, но это зависит может от интернета, еще чего-то, но вот я вам сказал, одноклассник контакта одинаково показывает, там претензий нету, но мне там что, один минус не нравится, вконтакте одноклассник нельзя поставить дату и время, премьера сюжета, чтобы выстрелы заранее сделал, и как на тех предыдущих трех ставлю и забываю и дальше так кстати работает варю ну вот вот такие так нюансы про эти каналы ну рутюб я так понимаю почему там хорошо показывает там еще мало всех мало объем такой и там все четко все ясно в ютюбе понятно какой уже да там объем подписчиков и вот таких же блогеров всяких интересных и это тоже большой объем дзен ну вот дзен так как-то интересно он с своей рекламой на ок.life было такое приложение там показывал трансляции в одноклассниках прямые там скоро отключится я не знаю буду ли я не буду там делать ну вконтакте сделаю в ютюбе могу делать то есть пока так вот тоже непонятно как обычно жизни нет стабильности никакой здесь незабываем сейчас будет впереди у нас камера да вот этот участок дороги почему-то его улица Тархова здесь не написано написано улица Тархова после сейчас лесопосадок а здесь просто Кировский район улицы но я думаю она тоже улица Тархова должна быть потому что как-то сделали все-таки должна доходить до какого конца улицы Тархова не для лесопосадок но поживем увидим потому что с левой стороны где там сейчас будет камера и с левой стороны залез и посадка никакие какое-то строительство ведется строительство в сторону Раскова я пока что-то не наблюдаю но я сильно не ездил там не смотрел но пока я не вижу и пока не говорят где это будет дорога и как она пройдет хотелось бы конечно но одно радует дворец спорта был газовик ахты вот сейчас по-другому хотят назвать вот камеру проезжаем сейчас мимо тоже проедем начали строить движуха пошла кран стоит машины приезжают там что-то делают то есть поперло там обещают что даже в конце этого года его открыть наконец-то конечно конечно туда не хожу но все же когда стоит что-то недостроенное вот это зарастает это конечно приносит депрессняк хочется когда чтобы все сверкало дворец водных видов спорта работает приезжают машины дети там чувствуется жизнь прет а там дворец вот он сейчас с левой стороны дворец тут хоть сделали перекрестку насыпали что-то люди тут все мучились на кузнецово тоже небольшое изменение дворец водных спорта проезжаем а с левой стороны вот как раз там движуха началась как-то вот так тоже слава богу с левой стороны какой-то начатый брошенный непонятно что это было для чего это делалось но тоже стоит да это все кижевский район не забываем поселок солнечный 2 здесь как раз вот я сейчас поехал коль сваден что-то ей как-то скромненько но и он все-таки проехал и решил я тоже так вот думаю проеду потихоньку а тут длинномер меня так чуть-чуть начал прижимать я все понимаю что дороги не хватает там машины стоят ну там можно было сделать тоже эти стояночки элементарно карманы а там они стоят на дороге ну вот как-то так на этом заканчиваю сюжет благодарю всех за просмотр как обычно говорю берегите себя все что будет впереди я вам рассказал объяснил как смог ну и как обычно говорю до встречи в новых сюжетах всем пока пока